Роджер 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 долго. А что значит слишком долго? Этого мы не знали. Что же в таком случае для меня исход совершенно ясен? Это не должно случиться, сказал Роджер. Мы даже не улыбнулись. В таких случаях только и успокаиваешь себя общими фразами. Роджер продолжал говорить напористо, жаром. У него все было продумано и взвешено. Надо с этим кончать. Если найдутся люди с ясным умом и твердой волей, то найдутся и силы, на которые они смогут опереться. Увлеченный всем этим, он словно бы и не думал о своей роли. Обо мне он вообще забыл. Куда девались его тщеславие, тонко рассчитанный интерес к собеседнику? Непоколебимая уверенность, что он может принести пользу, владела им. Как-то в воскресенье мы с Маргарет сидели дома. Зазвонил телефон. По телефону голос моего шефа Гектора Роуза звучал еще холоднее обычного. «Мне крайне неприятно вас беспокоить, дорогой мой Льюис. Я бы ни в коем случае не позволил себе этого, но у меня неотложное дело. Передайте мои извинения вашей супруге. Очень прошу меня извинить». Когда с предварительными расшаркиваниями было покончено, выяснилось, что ему необходимо сегодня уже со мной повидаться. День был разбит, настроение испорчено. Я сказал Маргарет, что не помню, чтобы Роуз хоть раз вытребовал меня в воскресенье, даже в самую горячую пору. Она не сомневалась так же, как и я, что это приглашение как-то связано с законопроектом Роджера. Мы пили чай с булочками. Роуз завел светскую беседу в рецензиях на новые книги в воскресных газетах. Ему попалось упоминание книжки на тему, безусловно, не безинтересной для моей супруги, которой он снова просит передать извинения в том, что он нарушил сегодня наш воскресный отдых. «В чем же все-таки дело?» – не выдержал я. Он уставился на меня с каким-то странным выражением. «Вероятно, случилось что-то имеющее отношение к Роджеру Куэйфу», – сказал я. «Я не ошибаюсь?» «Не совсем так», – живо, озабоченно ответил Роуз. Наконец-то он перешел к делу. «Нет, насколько я знаю, тут все в порядке», – продолжал он. «Наши хозяева, видимо, собираются санкционировать этот проект, который я назвал бы необычайно разумным. На этой неделе он будет рассматриваться на заседании кабинета. Это, разумеется, компромисс, но в нем есть ряд положительных пунктов. Будут ли наши хозяева отстаивать эти пункты, когда окажутся под перекрестным огнем? Вопрос другой. Будет ли наш друг Куэйф отстаивать свой законопроект, когда на него накинуться всерьез? Признаться мне – это очень любопытно». «Так что же?» – сказал я. «По правде говоря, – начал он, – мне пришлось провести некоторое время в обществе работников службы безопасности». Он с усилием сдержал досаду и заговорил спокойно, отчетливо, старательно выбирая слова. «Я не хотел тревожить вас без необходимости. Помнится, несколько месяцев назад я говорил вам, что на меня с разных сторон оказывают нажим, которому я по мере сил стараюсь сопротивляться. Так вот, должен с огорчением признаться, что я не мог сопротивляться до бесконечности. Эта публика, как там они себя именуют на своем мерзком жаргоне, группа нажима, готова действовать через нашу голову. У нас нет способа этому помешать. Некоторые наши ученые, я имею в виду самых выдающихся ученых, наших советников по линии обороны, едва ли нужно напоминать вам, что это линии нашего друга Куэйфа, будут снова проверены с точки зрения их благонадежности. Мне кажется, эта процедура будет именоваться не слишком изящно «двойная проверка». Боюсь, что через ту же процедуру придется пройти и вам. Я даже вскрикнул. Меня охватило бешенство. Такая оплеуха. «Мне очень жаль, Эллиот», – сказал Роуз. «Вы думаете, я стану это терпеть?» «Некоторое время мы молча сидели друг против друга. Потом он сказал напряженно, холодно и враждебно. Я считаю своим долгом, насколько возможно, облегчить вам все это. Если вы не желаете подвергаться этой проверки, я постараюсь изобрести какой-нибудь предлог. В конце концов, это не свыше сил человеческих. И вопросами обороны займется кто-нибудь другой, кем мне так интересуется служба безопасности». «Разумеется», – прибавил он с усилием, возвращаясь к обычной учтивости, – «никто другой не будет для нас столь неоценимым помощником, дорогой мой Льюис. И вы серьезно думаете, что я могу согласиться на подобное предложение? Я делаю его с чистой совестью. Вы же знали, что я не могу согласиться?» Роуз разозлился не меньше моего. «Неужели вы сомневаетесь, что я отбивался от них месяцами?» «Да, выбора у меня нет», – сказал я грубо. «Можете сказать этим господам, чтоб делали свое дело». «Человек по имени Монтис, подвижной, крепко сбитый, был как-то по-актерски красив. Темные волосы, сидеющие виски. Но держался он без малейшей театральности, ненавязчиво и почтительно. Он был лет на десять моложе меня. Я не знал толком, какова его роль. Заправляет он этими делами? Или это некая безымянная сила, действующая за спиною, заправил? Или просто исполнитель? Я мог только гадать». «Вы сделали весьма достойную карьеру», – решительно и вместе с тем любезно заговорил Монтис, обращаясь ко мне по всей форме. «Вы, конечно, поймете, что я должен задать вам некоторые вопросы касательно отдельных ее этапов». Он не выложил на стол ни единой бумажки, тем более никаких папок. В следующие три часа он работал, полагаясь, только на свою память. У него в кабинете уж, наверное, лежало изрядно разбухшее досье. Я быстро понял, что он беседовал не только с учеными и государственными служащими, с которыми я сотрудничал в годы войны и после, не только с моими старыми знакомыми по Кембриджу, но и с персонажами из моего далекого прошлого, с неким ушедшим на покой адвокатом, с которым я не виделся добрых пять лет, и даже с отцом моей первой жены. Все сведения он хранил в голове, и по мере надобности, как нельзя кстати, извлекал на свет Божий. Этот прием известен любому официальному лицу. К нему не раз прибегали и Роуз, и Дуглас, и я сам. И все же это производило впечатление. Произвело бы впечатление и на меня, смотря со стороны, как он умело разбирается в обстоятельствах чьей-то чужой жизни. Но речь шла обо мне, и это минутами выводило меня из равновесия. Тут были такие обстоятельства моей жизни, почти самые сокровенные, о которых он был осведомлен лучше и подробнее, чем я. Моя ранняя юность, банкротство моего отца, бедность, время, когда я служил и в то же время готовился держать экзамен на адвоката. Он в точности знал все даты, все имена. Все это выглядело так просто и легко, и совсем не походило на прожитую мной жизнь. Потом Монти спросил, когда вы в молодости жили в, он назвал городок, в котором я тогда жил, вы занимались политикой? Речи на местных собраниях независимой рабочей партии, все, что я говорил в студенческих аудиториях или вечером где-нибудь в кабачке, все ему было известно. Вы тогда держались крайне левых убеждений. я был намерен говорить только правду, но это оказалось не так просто. Мы говорили на разных языках. Я не вполне владел собой. Осторожно выбирая слова, но резче, чем мне хотелось бы, я сказал. Я разделял все надежды, которые в ту пору носились в воздухе. Но я не был политиком в том смысле слова, как это понимают настоящие политические деятели. В том возрасте я не посвящал политике достаточно силы времени. У меня было слишком много иных, честолюбивых, устремлений. Я остался недоволен своим ответом. Меня еще никогда в жизни не допрашивали. Теперь я начал понимать, какой тут возможен нажим и какие искушения. И возненавидел все это. Я сказал ему чистую правду. И, однако, мои слова прозвучали чересчур примирительно. Тридцатые годы. Начало моей адвокатской деятельности. Женитьба. Приход Гитлера к власти. Гражданская война в Испании. Вы решительно встали на сторону антифашистов. В те дни мы называли это по-другому, сказал я. Иными словами, вы выступали против генерала Франка. Разумеется, ответил я. Но вы выступали против него весьма решительно и активно. Я делал то немногое, что давалось мне без труда. И часто жалел, что не делаю больше. Он перечислил несколько общественных организаций, в работе которых я участвовал. Все правильно, сказал я. В процессе этой деятельности вы постоянно общались с людьми крайних воззрений. Да. И вы были в очень близких отношениях с некоторыми из этих людей? Спросил он, вновь обращаясь ко мне официально, по всей форме. Прежде всего, хотя это в сущности к делу не относится, я не склонен отказываться от своих друзей. Мне бы это и в голову не пришло. Все равно, будь они коммунисты или кто угодно еще. Он сказал с внезапной резкостью. Но а вы-то сами бывали на собраниях? И он назвал организацию, которую не в те времена, а позднее мы стали именовать фронт. Нет. Прошу вас, подумайте еще. Я уже сказал нет, повторил я. Это очень странно. С самого начала он держался официально, не проявляя никакой враждебности, но тут она прорвалась. У меня есть свидетельство человека, который помнит, что вы сидели рядом с ним. Он в точности помнит, как вы тогда выглядели. Вы отодвинули стул, встали и произнесли речь. Кровь бросилась мне в лицо от безмерной злости и горечи. Помолчав, я сказал, послушайте, вам надо быть поосторожнее с этими вашими источниками. В данном случае дело не так уж серьезно. Насколько я знаю, тот самый фронт, о котором вы говорите, был организацией вполне невинный. У меня было немало знакомых, связанных с организациями более крайними. Я вам это уже сказал и готов повторять снова и снова. Но как раз к этой группе я никогда не имел никакого отношения. Повторяю, я не бывал на их собраниях и никак не был с ними связан. Заявляю это со всей решительностью. Вам придется с этим примириться. Ваш осведомитель всю эту историю высосал из пальца. И, повторяю, вам следует с осторожностью относиться к тому, что он вам нарассказал о других людях. Его выдумка обо мне меня мало трогает, но другим его рассказ не могут повредить больше, людям более беспомощным. Он продолжал задавать вопросы, но без прежнего напора, как человек, который рассеян на службе, потому что его одолевает какая-то личная забота. Что мне известно о создании атомной бомбы? Да, я знал об этой работе с самого начала. Да, я все время поддерживал знакомство с физиками. Не выступал ли я, как и многие ученые, против применения атомной бомбы? Безусловно, сказал я. Не значит ли это зайти дальше, чем положено государственному служащему? Государственным служащим случалось предпринимать гораздо более действенные шаги, сказал я. Я не раз жалел, что и сам так не поступал. После этого допрос пошел более вяло. Мой второй брак. Не принадлежал ли мой тесть до войны, до моего с ним знакомства, ко всякого рода фронтам? Спросил Монтис. Я не знал, может быть, и так. Он был страмотный, интеллигент, либерал. Служба? Ничего интересного, хотя Монтис и полюбопытствовал, когда я впервые познакомился с Роджером. Шел уже второй час. Вдруг он хлопнул ладонями по столу. На это мы остановимся. Он вскочил ловко и проворно и посмотрел на меня блестящими глазами. И сказал не столь официально и не столь почтительно, как говорил со мной вначале. Я верю всему, что вы мне сказали. Пожал мне руку и быстро вышел, а я так и остался стоять посреди кабинета. Все прошло гладко и пристойно. Монтис был толковый и, наверное, даже приятный человек, и он всего лишь делал свое дело. Но потом весь этот январский день, сидя у себя в кабинете, я был чернее тучи. Не то, чтобы я тревожился о последствиях. Чувство было более глубокое, будто услыхал, что у тебя больное сердце. Если хочешь выжить, надо жить с оглядкой. Над Большим Беном золотой бусиной светился фонарь. После рождественских каникул снова заседал парламент. Всю ту и следующую неделю обстановка у нас в министерстве напоминала в военное время. Роджер сидел у себя в кабинете, неизменно занятый, требуя из секретариата то одну бумагу, то другую. Трепет восхищения и веры в успех расходился от его кабинета по всем коридорам, точно рябь по воде. Он передавался даже служащим среднего разряда, которые обычно думали лишь о том, как бы поскорее добраться до дома и поставить долгоиграющую пластинку. Что до ученых они откровенно торжествовали победу. Уолтер Льюк, поверивший в Роджера с самого начала, остановил меня как-то в одном из мрачных сырых коридоров казначейства и загремел, даже не подумав понизить голос. А ведь он поставит на своем. Вот и выходит, что, если без устали твердить разумные вещи, в конце концов всех убедишь. Когда я повторил слова Уолтера Гектор Роузу, он сухо, но нельзя сказать, чтобы недружелюбно улыбнулся и сказал «Святая простота». Наступил февраль, необычно теплый. В конце месяца Роджер должен был выступить с речью о своем законопроекте. Пока что мы искали покоя в работе. И вдруг покой был нарушен, притом совершенно неожиданным образом. Оптимисты были озадачены, еще больше были озадачены люди бывалые. На первый взгляд ничего особенного не произошло. Была представлена обыкновенная записка на обыкновенном листе бумаги, и в ней слова как будто вполне безобидные. Оппозиция ставила вопрос о сокращении осыгнования военно-морскому флоту на 10 фунтов стерлингов. Это был дошедший до наших дней и стояны способ выражения недоверия правительству. Потерпев поражение при голосовании, правительство должно выйти в отставку. Цифра 10 фунтов стерлингов чисто условная, но неизменная. Человеку, незнакомому с парламентской кухней, это могло показаться анахронизмом, если не прямой глупостью. Даже кое-кому из посвященных показал, что это чисто технический прием. Да так оно и было, но почти все мы понимали, что за этим кроется нечто весьма серьезное. Чьих рук это дело? Обсуждение законопроекта должно было начаться в понедельник, во второй половине дня, а на следующий день вечером состоится голосование. Настал понедельник и тянулся бесконечно, совсем как бывало в юности, когда ждешь результатов экзаменов. Большая стрелка часов в моем кабинете неторопливо сметала минуты. Наконец-то 25 минут пятого. Рановато, но, пожалуй, уже можно идти. Когда я вошел в ложу государственного управления, в зале было не больше ста человек. Выглядело пока все довольно обыденно. Выступал первый представитель этой позиции. Он говорил, как человек, намеренный прочесть длиннейшую лекцию. Говорил скучновато, но весьма самоуверенно, и не сказал ничего нового. Стандартная речь, безвредная, но и бесполезная. В нашей ложе я застал Дугласа и еще двоих знакомых. Дуглас писал какую-то записку и дружески улыбнулся мне. Все это были люди опытные, сиживали на таких дебатах много раз и знали, что до главного еще далеко. Заняв свое место рядом с Дугласом, я стал слушать военно-морского министра, первым отвечавшего на вопросы. Он говорил почти те же слова, что и представитель оппозиции. Слушая его гладкие и пустые фразы, я невольно подумал, что наблюдатель из какой-нибудь другой страны вряд ли понял бы, в чем не согласны эти два оратора. Я слушал эти речи и последующие, немало не интересуясь ни мыслями ораторов, ни даже их доводами. Все это нам приходилось выслушивать уже не первый год. И я слушал сосредоточенно, минутами самозабвенно, но занимало меня одно. Можно ли рассчитывать на голос оратора завтра? Вот и все. К удивлению окружающих меня государственных чиновников, начало дебатов почти не накалило атмосферу. Обсуждаемый вопрос был чрезвычайно важен. Уже не первую неделю вокруг этого вопроса, как и вокруг самого Роджера, бушевали страсти, это знали все, ждали бурных выпадов. Но их не было. И вот ровно в девять часов слово было предоставлено члену парламента от избирательного округа одного из графств. Когда он поднялся, я поудобнее устроился в кресле, не испытывая никаких опасений. Это был некто Траффорд. Я был немного с ним знаком. Человек небогатый, он жил на доходы с небольшого предприятия, доставшегося ему по наследству. К крайне правом не принадлежал. Мне он представлялся человеком тупым, ограниченным, лишенным собственного мнения. Он встал, широкоплечий, с обветренным лицом, и сразу ринулся в атаку. В атаку злобную, неистовую. Он верный сторонник правительства и проводимой им политики, и надеется остаться таковым им впредь, заявил Траффорд. Но эту политику и этого министра поддерживать он не может. Это политика авантюриста. Как иначе назвать такого человека? Какие у него заслуги? Какие достижения? Присматривался, выжидал, преследовал свои корыстные цели, только и думал, как бы поскорее выдвинуться. Он толкает свою страну на путь авантюр. Чего ради? Кто дал ему на это право? Почему мы должны ему доверять? Голос Траффорда дрожал от ярости. Авантюристы опасны, говорил он. Они умеют втереться в доверие к окружающим, завоевать их расположение. Они могут быть умны, но они несут гибель любому правительству, любой стране. Пора бы правительству взяться за ум и вспомнить, в чем его сила и слава. Тогда Траффорд, его друзья, вся страна вновь его поддержат. Он говорил недолго. Дважды его громкими криками заставляли замолчать, но даже сторонники Роджера растерялись, словно Траффорд на время парализовал их ядом своей ненависти. Роджер слушал с непроницаемым, замкнутым лицом. Мне еще не приходилось быть свидетелем подобной истерики в парламенте. Большой ли вред она принесла? Может, Траффорд переусердствовал в своей злобе и отпугнул от себя людей? Кажется, только на это и оставалось надеяться. Когда заседание окончилось, я чувствовал, что не способен разобраться в положении. Роджер был исполнен решимости и готов к завтрашнему бою. На другое утро я проснулся рано и лежал, слушая, как в передней с глухим стуком падают на пол газеты. Они не подтвердили моих страхов и не оправдали надежд. Шли часы без всяких происшествий, но легче от этого не стало, и вот, наконец, снова пробила половина пятого. Мне пора было в парламент. Слушая прений, я не мог прийти ни к какому выводу. Тон ораторов из обоих лагерей становился все резче. Все места на скамьях были заняты, забиты были даже проходы. Время от времени слышались отголоски речи Траффорда, раздавались слова «игрок», «авантюристы», «риск», «капитуляция», но выкрикивали их люди, которых мы и так давно скинули со счета. Несколько ораторов закончили свои выступления, так и не уточнив, за что же они намерены голосовать. Речи продолжались. Зал заполнился до отказа. Все громче становились и взрывы смеха, и возмущенные возгласы, но чаще царила напряженная тишина, напряженная и тревожная. Все взгляды были устремлены на Роджера, который неподвижно сидел на передней скамье, подперев рукой подбородок. Последние вялые выкрики, правильно, правильно, после того, как угомонился, наконец, последний оратор оппозиции. Снова тишина. И затем голос председателя. Мистер Куэйф. Наконец-то Роджер поднялся, грузный, неповоротливый, но движения его были свободными и непринужденными. За его спиной раздались дружные аплодисменты его сторонников. Он был спокоен, неестественно спокоен. Такое спокойствие в человеке, стоящем на пороге самого важного испытания в своей жизни, даже пугало. Дойдя до сути дела, он заговорил языком нашего времени, языком второй половины XX века. Никакого пафоса, никаких выспренних выражений, столь излюбленных парламентскими ораторами. Можно было подумать, что целое поколение отделяет его от политических деятелей обеих партий, выступавших здесь до него. Это говорил человек, привыкший к радиостудиям, телевизионным камерам, к тому, что мы живем век машин. Без всякой декламации, своим обычным голосом говорил он о войне, о вооружениях, о том, как важно обеспечить мир. Он говорил, не выходя из рамок повестки дня. И все же не прошло и десяти минут, как я понял, что он и не думает идти на попятны, что минуты слабости, сомнений, уловок остались позади. Он говорил то, что часто скрывал, но во что верил всегда. Он говорил веско, как человек, который способен взять власть в свои руки. Я слушал с восхищением, с тревогой, с какой-то тревожной радостью. Сейчас, когда настала решающая минута, уж не жалел ли я, что он не пошел на компромисс? Ведь теперь коллеги могут со спокойной совестью от него избавиться. Когда шла торговля вокруг законопроекта, никто не давал согласия на подобные речи. Оставалась лишь одна надежда, что он увлечет и убедит парламент. За последние два дня здесь не раз повторяли, что я склонен рисковать, говорил он. Позвольте мне сказать вам вот что. Любое решение всегда риск. В наше время, принимая любое важное решение, мы серьезно рискуем. Но риск риску рознь. Жить бездумно, по старинке, как будто в нашем мире ничего не изменилось, тоже значит рисковать. Наша страна больше не может быть сверхмощной державой, говорил Роджер. О чем я очень сожалею, но я уверен, что мы можем помочь добрым примером, здравым смыслом, дельными советами и разумными действиями мы можем помочь перетянуть чашу весов, когда они начнут колебаться, когда встанет выбор, светлое будущее или мрачное, а вернее, светлое будущее или никакого. Просто отойти в сторону мы не можем. Будущее колеблется на весах. Как немало мы можем на него повлиять, что-то сделать мы все-таки можем. Вот почему я готов пойти на риск. В сущности, этот риск невелик и может привести к добру, тогда как другой риск огромен и ведет к самым пагубным последствиям. Еще не поздно выбирать. вот и все. Роджер сел нахмуренный, глубоко взасунув руки в карман. Долгую минуту в зале стояла тишина. Потом за его спиной раздались аплодисменты. дружные ли, нерастеянные ли? В задних скамей оппозиции донеслось несколько одобрительных выкриков. Ритуал вступил в свои права. Зазвонили звонки в кулуарах. На скамьях консерваторов человек шесть остались сидеть, скрестив руки на груди, демонстрируя твердое намерение воздержаться от голосования. Но это еще ничего нам не говорило. Менее откровенные могли покинуть зал, но тем не менее не голосовать. Члены парламента возвращались в зал. Некоторые разговаривали между собой, но в общем было не слишком шумно. Возбужденные люди тесным кольцом обступили кресло председателя. Ему еще не успели передать результаты подсчетов, а в зале уже выдворилось молчание, подавленное молчание. Председатель провозгласил со стороны оппозиции за 186 голосов среди лейбористов оказалось более воздержавшихся, чем предполагал Роуз, со стороны правительства против 271. Сидевшие в зале не так быстро осознали значение этих цифр. Председатель Гулким Басом повторил их и объявил, что высказавшиеся против в большинстве. Не прошло и полминуты, как оппозиция начала скандировать «В отставку!» «В отставку!» Эти яростные выкрики были обращены к Роджеру. Он сидел, откинувшись назад, положив руку на спинку скамьи и словно бы небрежно разговаривал с военно-морским министром. «В отставку!» «В отставку!» вопли все нарастали. Выждав немного, Роджер встал, не повернул головы в сторону задних скамей. «В отставку!» «В отставку!» гремело в зале. Роджер, массивный, огромный, медленно удалялся по проходу. У барьера он повернулся и ответил поклон председателю. Потом пошел дальше. Его уже не было видно, а вдогонку ему все еще неслись крики.